Уважаемые коллеги, здравствуйте! Рада вас приветствовать на нашем мероприятии. Напомню несколько организационных моментов. Во-первых, мы начинаем наше мероприятие в 11.00. Приношу извинения за предоставленные неудобства, некоторую задержку в проведении мероприятия, в начале мероприятия. Здесь было всё связано с некоторыми техническими моментами, которые необходимо было срочно решить безотлагательно. Но, тем не менее, мы по графику с вами заслушаем все выступления, обсудим все вопросы, которые у вас накопились, возможно, за учебный год предыдущий, сейчас у вас появились в начале учебного года. Это первый организационный момент. Второй организационный момент, уважаемые коллеги, связан с нашим знакомством. Меня зовут Трофимова Солана Викторовна, заведующая кабинетом духовно-нравственного воспитания Крепко.Пром. Хотелось бы узнать, кто по ту сторону экрана вместе с нами. Поэтому, пожалуйста, уважаемые коллеги, напишите в чате ваши фамилии, имя, отчество, должность, образовательная организация и территория. Я напомню, что те участники, кто сегодня с нами, они автоматически включаются в список на сертификаты участников вебинаров, следующего уже, начинающегося с 17-18 учебного года. Поэтому все эти данные, они останутся у нас и, собственно, пойдут в зачетный список ваш, участников вебинаров для получения сертификатов. Эту информацию я еще раз напишу, конечно, в чате, она у вас будет. Ну и, собственно, знакомство. Я видела, что некоторые территории, которые с нами работают давно, например, Березовский, Полосаево, уже представились, очень рады вас видеть. И теперь нам понятно, кто с нами работает, общается. Поэтому, уважаемые коллеги, пожалуйста, не забывайте оставить ваши данные, фамилии, имя, отчество или фамилии, инициалы, образовательную организацию и территория. Вот эти три основных данных о вас нам очень-очень нужны. Еще один организационный момент, немаловажный. Вот один из выступающих у меня уже спросил, будет ли общение в чате. Всегда так хочется надеяться, что это общение будет. Поэтому, уважаемые коллеги, пожалуйста, оставляйте ваши данные в чате, пишите вопросы. А учитывая, что мы с вами в начале этого учебного года встречаемся не первый раз, а это уже третья встреча, напомню, что первый раз мы с вами встретились 15 числа августа. Это была очная встреча. И настолько был у нас плотный график общения, что задать вопросы нам просто физически было невозможно. Вчера общение состоялось в формате видеоконференц-связи. И этот формат также, к сожалению, не позволил нам пообщаться более тесно, подробно. Поэтому, если среди присутствующих есть те, кто 15-го или 16-го были с нами, уважаемые коллеги, пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в чате. Потому что тематика, она заявлена одна, единая для наших августовских встреч, оценка достижений обучающихся по разным направлениям. У нас направление одно – духовно-нравственное воспитание, основа духовно-нравственной культуры народов России, основа религиозной культуры, светской этики. Поэтому, пожалуйста, вопросы по этому направлению, несмотря на то, что тема сегодня заявлена более конкретная, связанная с издательствами. И это также не случайно. Напомню, что вчера мы встречались с представителем издательства одного из издательств. И, собственно, к сегодняшней нашей встрече, к сегодняшнему разговору, мостик был перекинут представителем издательства «Дракоминтан и Граф». Ну и сегодня мы этот вопрос как раз будем обсуждать. Уважаемые коллеги, работаю уже с УМК разных издательств. И опыт будет представлен как раз в этом контексте, в этом направлении. Ну вот те организационные моменты, которые я хотела вам напомнить, начиная нашу встречу. Если у вас появились вопросы, связанные с организацией мероприятия, пожалуйста, уважаемые коллеги, вы можете их оставить также в чате. Если вопросов. Вот здесь появились такие данные. ИМЦ города Белово, 9 учителей, 1 методист. Хотелось бы узнать, кто те самые люди, герои, которые в каникулярное время нашли возможность поприсутствовать на этом мероприятии. Если вас не затруднит ИМЦ города Белово, пожалуйста, фамилия, имя, отчество или фамилия, инициалы, хотя бы тех людей, которые к нам подключились. По почте можно. Если вам это удобно, можно по почте. Но вот в чате, если вы оставите эти данные, мы их также скачаем. Причем эти данные можно оставить в течение всего мероприятия. Если вы будете сейчас набирать ваш список из 9 человек и плюс 1 методиста, он останется. То есть как вам удобно. Ну хотите, можете их по почте. Хотя, нахер, сейчас отложим, потом забудется. Все-таки лучше в чате это было бы вернее. И нам, и вам было бы спокойнее. Уважаемые коллеги, итак, мы продолжаем. Относительно содержательных аспектов, связанных с нашей темой. Реализация содержания предметных областей, основу духовно-нравственной культуры народов России. Это основная школа. И основу религиозной культуры и светской этики. Это начальная школа. Средствами УМК различных издательств. Вот так звучит наша тема, так поставлена проблема. Вопрос, который мы с вами сегодня обсуждаем. И педагоги, учителя практики, а также теоретик, который также приглашен для обсуждения этого вопроса, мы как раз будем сегодня работать над этой темой. Соотнесение этого содержания, потому что о преемственности мы говорим много. И мы говорили буквально в рамках прошлой встречи, 16 числа. Сегодня непосредственно мы посмотрим на то, как эта преемственность осуществляется от одного курса, одного предмета, который изучается в начальной школе, к другому предмету, который изучается в основной школе. Исходя из того, что было сказано, конечно, мы говорим о двух предметных областях. Основа религиозной культуры и светской этики, основа духовно-нравственной культуры народов. Вот те две предметные области, о которых мы с вами сегодня говорим. И если говорить об основах религиозной культуры и светской этики, перечень учебников, он не весь, там дальше на слайде следующий будет продолжен, он достаточно объемный, этот перечень. Здесь есть и учебники издательства Академкниги, Академкниги и учебники издательства Дрофы, Просвещение. Если пролистнуть далее, мы видим Центр поддержки культурно-исторических традиций, Отечественный винтанограф, Русское слово. То есть это основные издательства, которые представляют свои учебники. Вот те, их достаточно большое количество, больше 20 этих учебников. Они все есть в федеральном перечне, утвержденном еще в 2014 году. По этому перечню мы работаем, учитывая, конечно, те изменения, которые были внесены в 2015 году приказом Министерства образования. Но, тем не менее, основные учебники, они перед вами, с ними мы и работаем. Они несколько видоизменяются, как, например, у винтанограф. Учебники претерпели существенные, я бы сказала, изменения. Так они, если сначала выглядели как учебники, то теперь это учебник, рабочая тетрадь, два в одном. То есть, вот, например, такого формата, либо просто пересдаются, и какие-то видоизменения также происходят. То есть вот эти моменты, на учебнике также можно обратить внимание, о каждом учебнике более подробно можно говорить. Но, учитывая отсутствие большого количества времени для обсуждения, я предлагаю вопросы по учебникам, если таковые у вас возникают, как у участников вебинара, задавать в чате. И в ходе нашей встречи или в конце я буду смотреть и уже на эти вопросы отвечать. Потому что, конечно, детально на каждом учебнике остановиться мы не можем. Но на тех учебниках, которые вас интересуют, и у вас возникают вопросы, мы, конечно же, остановимся. Вот в таком формате мы будем с вами работать относительно учебников. То, что касается учебника по основам духовно-нравственной культуры народов России, то эти учебники мы смотрим в разделе 2 федерального перечня, пункт 2.2.4 «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Мы видим три учебника, первый среди которых – это учебник издательства «Вентан и граф», два других учебника русского слова. Но два учебника русского слова, мы видим, идут под заголовочками «Основы религиозной культуры светской этики» и имеют отсылку к модулям. А у нас предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не модульный. Поэтому, собственно, мы говорить можем об учебнике по ОДНРК только об одном. А в учебнике авторов представлены Виноградов, Лосенко, Поляков, авторы учебника по основам духовно-нравственной культуры народов России для 5 класса. Опять же, об этом учебнике, если у вас, уважаемые коллеги, есть вопросы, мы можем с вами более подробно пообщаться, поговорить, рассмотреть какие-то моменты, связанные с этим учебником. Но опять же, общаясь с вами в чате, вы задаете вопрос по учебнику, и мы уже по ходу встречи отвечаем на эти вопросы. Ну и, собственно, я сразу несколько предуведомляю наши последующие встречи. Напомню, уважаемые коллеги, учитывая, что разговор об издательствах у нас очень важный, об учебниках, об учебно-методических комплексах, с которыми мы можем работать, очень важный. Поэтому на этот год учебный мы запланировали даже отдельный, постоянно действующий семинар, с которой будет состоять из трех встреч, и эти все встречи будут посвящены обсуждению вопросов, как работать с учебно-методическим комплексом, издательства Дракт-Минтана Граф, и темы. Они перед вами на слайде представлены, трехдневный семинар. Ну, это будет еще только весной этого учебного года, поэтому мы еще к этому вопросу, конечно, вернемся. Итак, уважаемые коллеги, это то кратко, что я хотела сказать вам по вступлению. Сегодня, пожалуйста, вопросы появляются, задавайте. Технические вопросы сейчас будем решать, походу, если возникли, сразу в чате мы видим. Пишите, конечно, если вдруг что-то техническое, тоже у вас возникает какая-то сложность. Итак, а мы с вами, уважаемые коллеги, приступим непосредственно к уже обсуждению вопроса, и начнем мы с теории, с теоретического аспекта, который нам представит Анастасия Сергеевна Твореченская, все нам хорошо известная, полюбившаяся за несколько лет работы совместно с нами в рамках веб-семинара по обсуждению культурологических аспектов, нравственных аспектов. Ну, и тема сегодняшней мини-лекции, если можно так назвать, ну что-то все-таки по времени, да, содержание предметных областей, основы религиозных культур и светской этики, основы духовно-нравственной культуры народов России, культурологических подход к осмыслению вопроса. Вот с позиции культуролога, конечно, нам бы хотелось посмотреть на то, как тематика основ религиозной культуры светской, основ духовно-нравственной культуры народов России перекликается или она расходится где-то. Вот на эти вопросы, я надеюсь, нам Анастасия Сергеевна и ответит. Пожалуйста, вам спасибо. Продолжение следует... Неожиданно так от Светланы Викторовны услышала о том, что сегодня вы говорите про учебно-методические комплексы, учебники, учебные пособия, связанные с курсом основы духовно-нравственной культуры России. Не знаю намеренно, не намеренно. Светлана Викторовна об этом не упомянула. Видимо, намерена, чтобы я была более свободна в своей теоретической части. Но постараюсь этот момент тоже обозначить, насколько, конечно, можно, с точки зрения как раз моей темы, моего аспекта. И я думаю, дальше, коллеги, вы уже сами сообразите, как это связать непосредственно с тем практическим, и теоретико-практическим материалом, который у вас будет далее осваиваться в рамках ребинара. Итак, предметные области, основы религиозной культуры и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России. Культурологический подход. Когда мы с вами говорим о культурологическом подходе, в любом ключе, берем мы с вами высшее образование или среднее, или начальное, то, конечно, так или иначе, коллеги, насколько бы эти вопросы ни были сложны, мы с вами должны затрагивать научные аспекты. И для этого самый первый простейший вопрос. Если это культурологический подход, что изучает культурология как наука? Ну, можно было бы приводить множество цитат и авторов классиков, и современных исследователей, и отечественных, и зарубежных. Наверное, если бы вы сами попытались осваивать этот вопрос, то, наверное, вас поразило бы не только обилие материала по данной теме, но и иногда достаточно сложное и запутанное объяснение этого. А нам-то с вами сегодня нужно выявить некую суть, для того, чтобы уже на неё опираться и использовать её в той же самой вашей учительской практике. И прежде чем мы с вами об этой сути будем говорить, невозможно не коснуться исторического аспекта очень кратко. Когда мы с вами говорим о культурологии как о науке, и о самом названии культурология, то первое, что нужно, конечно же, иметь в виду, это только отечественная научная школа. И название самой культурологии, и разработка этого исследовательского поля связано только, и до сих пор остается, связано только с отечественными учёными. Ну, не буду вам рассказывать о тех конфликтах на уровне высшего образования, которые сейчас возникают в различных спорах, можем ли, не можем мы привязываться, и должны ли, и насколько тесно сотрудничать с представителями уже зарубежными в этой области. Это вопрос другой. Мы с вами говорим о том, что если мы сравниваем традицию отечественную и зарубежную, то зарубежные традиции у нас с вами этот предмет наиболее близкий, максимально близкий к тому, что мы с вами сегодня именуем к культурологии, называется культурная или социальная антропология. И две классические школы, которые сложились у нас с вами изначально в этой среде, это американская и британская школы. Британская была первая, она до сих пор сегодня остаётся одной из самых престижных. И в изучении вопросов культуры, связанных как с социумом, так и с человеком, они у нас даже продолжают формировать некие новые подходы. То есть сейчас, например, те же самые британцы, они используют не столько слово культурная антропология, сколько словосочетания cultural studies, словно изучение культуры, культурные исследования, тем самым показывая, что поле их исследования остаётся столь же широким, всеохватным, как и то, что у нас с вами наблюдалось изначально в классической культурной антропологии. Почему, коллеги, я обращаю внимание на этот исторический аспект? Потому что нам придётся с вами вернуться к вопросу. А в чём же тогда особенности отечественной школы культурологической, и почему среди учёных и маститых, и не маститых из различных городов России возникают вот такие споры по поводу того, должны ли мы примкнуть к единому междисциплинарному научному полю мировому, либо, скажем так, остаться вот такой особой научной школой. Это, кстати, касается в целом, как ни странно, всей системы образования. Высшие споры продолжаются. Должны ли мы стать частью мирового образовательного пространства и насколько. Эта часть будет актуальна для представителей иных школ, иных мировых школ, либо всё-таки мы должны отстаивать вот свою самостоятельность высшей школы, коллеги. Ну, я думаю, что, да, как вы находитесь в системе образования, то, конечно, вы с этими спорами и дискуссиями знакомы. Поэтому, конечно же, нам с вами надо к этому вопросу вернуться. Если мы с вами говорим об этих научных школах и возвращаемся к тому, что составляет базу, в принципе, любой науки, это, конечно, основные термины, основные определения. Ну, в культурологии, безусловно, их столько же много, как и в другой гуманитарной науке. Но нас-то с вами интересует центральное определение, да, основное, культура, если уж совсем просто раскладывать на составляющие культурологии, то есть науку, которая изучает культуру. А что есть культура и как её понимать? Потому что на сегодня, коллеги, я думаю, вы тоже встречались с этой информацией, существует более 500 определений культуры. И, кстати, с этой точки зрения некоторые исследователи говорят, что культурологию нельзя считать наукой, потому что если есть определение, тем более центральное, оно должно быть, скажем так, единственным экземпляре, да. То есть есть определение, вот на него мы опираемся. Ну, здесь можно тоже поспорить, почему? Потому что даже зарубежные наши коллеги, которые занимаются культурной антропологией, они тоже в своих исследованиях и даже в современных подчеркивают тот факт, что невозможно с классической точки зрения, как мы с вами привыкли, в строгом научном поле, дать одно определение к культуре, хотя бы просто потому, что термин культура неотрывно связан с термином человек и его деятельность. А у нас с вами, конечно же, это деятельность, и, собственно, понимание человека так же многообразно и широко, как и сама культура, которую он создает, которую он формирует. Ну, конечно же, культурологи, серьезные исследователи должны, безусловно, несмотря на это, несмотря на широкое поле исследований, должны пытаться вычинить некие такие базисные аспекты, на которых, конечно, можно установить, благодаря которым можно установить, а чем же культуролог отличается от другого представителя любой гуманитарной дисциплины, от философа, от филолога, от социолога и так далее. Список можно продолжить. И здесь, в этом случае, мне очень нравится определение и комментарии нашего достаточно известного исследователя московского Андрея Яковлевича Флиера, который, наверное, один из единственных пока выпустил, очень хороший, если уж мы, кстати, с вами говорим об учебниках, сегодня очень хороший учебник для нас, исследователей и студентов, и преподавателей, и культурологов, попытавшись, скажем так, систематизировать и объединить все то разрозненное исследовательское знание, которое методологически разрозненное, которое в данном случае на тот момент у нас с вами содержало поле культурологии научной и попытаться представить некую единую картину. Ну, в принципе, также можно найти плюсы и минусы, но нас-то с вами сегодня интересует конкретное определение. Вы, коллеги, видите его на презентации, понимаю, что вам как практикам достаточно сложно сейчас воспринимать те слова, которые вы видите на экране. У нас иногда и мои коллеги-предприниматели, преподаватели не всегда понимают, что хотел сказать московский ученый, но на самом деле, если мы с вами попытаемся как бы так разобрать, это определение на составные части, то, по сути, оно достаточно простое в своей основе. Так, давайте попытаемся это сделать, и на этой основе уже посмотрим, на какие аспекты культуролог, как исследователь, обращают внимание. Значит, и так, по мнению Андрея Яковлевича, культурология – это наука, которая изучает, первое, что она изучает, это, конечно же, социальное взаимодействие, причем Андрей Яковлевич употребляет слово консолидация, то есть объединение, да, не разъединение, объединение людей, и способы этого социального объединения, которые выражаются и в характере их жизнедеятельности, в особенности этого характера, и в том, что они создают, и в том, что они передают, потому что дальше вы видите, да, что культурология изучает также, каким образом у нас с вами воспроизводится устойчиво, устойчиво воспроизводится общество в социальном аспекте, и как у нас с вами воспроизводится некое сообщество, то есть здесь Андрей Яковлевич имеет в виду под словом «общество», начиная от общества, скажем так, вообще мирового, да, человечества, понимая, и заканчивая самыми разными небольшими сообществами, микрогруппами, тем же самым, например, этносом и даже, как ни странно, субкультурами, потому что мы тоже говорим здесь о воспроизводстве, правильно, социальном определенном, и о передаче некого опыта. И с другой стороны Флиер обращает культуру, да, и, соответственно, сам Флиер обращает внимание наше на то, что же делает общность, не только социально устойчивой, но и культурно-специфичной. Тут он как раз говорит о том, что существует не только понятие «универсальная культура», но и существует понятие «частная культура», когда мы с вами говорим о разных сообществах, региональных, временных, в рамках различных социальных срезах, то есть, по сути, да, если мы с вами говорим, например, о региональных сообществах, что делает культурно-специфичной с точки зрения, допустим, той же самой и истории культуры, и современной культуры, такую область, как Китай или, например, Индию, да, опять же, в сравнении, чем, проще просто, там, россияне отличаются от итальянцев, итальянцы от китайцев, китайцы от японцев. Это тоже у нас с вами изучает как раз культуролог. Но если мы с вами только на эти аспекты будем обращать внимание, то социальное взаимодействие, проблемы социального взаимодействия, проблемы специфики этого взаимодействия у нас с вами изучают и другие гуманитарные науки, правильно? То есть это, допустим, та же самая социология. И, в принципе, психология тоже касается аспектов взаимодействия людей. А здесь как раз нужно обратить внимание ещё на одно слово. Ценностно детерминированные основания социального взаимодействия людей. Ценностно детерминированные. То есть это как раз тот самый важный аспект, на который обращает внимание культуролог. Вот не зря далее как раз я цитирую Андрея Яковлевича, когда он пишет о том, как в таком случае рассматривается культурологом основное понятие, культурологи как науки, культура. И он даёт определение, что это, конечно же, совокупность, совокупность, комплекс, то есть культура как механизм целостный, но в ней есть определённые компоненты. И какие-то компоненты, коллеги, да, что обеспечивает нам с вами, человечество у нас существует уже несколько тысяч лет, что обеспечивает наше с вами социальное взаимодействие, что позволяет нам, ну как бы это ни звучало, просто непостоянно вести войну друг против друга, да, потому что, если вы вспомните, например, социальные концепции предыдущих столетий, 18-18 века, там, того же, допустим, Гоббса, он, например, вообще считал, что изначально человеческое общество возникло и до сих пор это проявляется в рамках состояния войны, и люди изначально относились враждебно к друг другу. То есть это тоже, как видите, исследователи интересовало, да, а почему мы взаимодействуем, на какой основе мы взаимодействуем, и когда это взаимодействие у нас с вами успешно, и для того, чтобы контактировать, и для того, чтобы придавать некий опыт, и для того, чтобы воспитывать новых членов нашего с вами общества, нашего с вами культурного поля. Так вот, Флиер как раз в этом определении проговаривает эти составляющие, на которые культуролог как специалист и обращает прежде всего внимание. И мы с вами говорим, что это у нас с вами составляющие четыре. Более четыре составляющие, как ни странно, все очень просто. Почему Флиер берет именно эти составляющие? Что же есть в культуре? Совокупность первого, второго, третьего, четвертого, механизм этого действия. Норма, знак, коммуникация и ценность. Коллеги не случайно выделила ценность красным презентации, потому что я считаю, что это все то, что у нас с вами цементирует и скрепляет, собственно говоря, наше с вами взаимодействие, различное и межличностное, и социальное в целом и так далее. Почему эти аспекты, и почему культуролог изучает именно с этой точки зрения все проблемы, все вопросы, связанные с культурой? Норма, коллеги, понятно, что изначально, даже если мы с вами посмотрим на то, как формировалась культура, конечно же, это то, что связано с традициями и обычаями. Это то, что норма, это то, что позволяет элементарно, на элементарном уровне регулировать мирное и достаточно успешное взаимодействие людей, чтобы они друг друга из-за ненависти, из-за вечной войны не привели к тому, чтобы человечество перестало существовать. И когда мы с вами связываем это с курсом, не случайно, курс называется в начальной школе основы религиозных культур и светской этики, потому что, по сути, мы с вами, если культурологически подходить к этому, мы с вами как раз изучаем и исследуем эти аспекты нормативные. Потому что если мы с вами говорим о религиях и о том, какую роль они первоначально играли в историю культуры, конечно же, вы согласитесь со мной о том, что это была область регулирования как раз, нормирования. То есть самые простейшие религиозные верования, коллеги, у нас с вами лекция, помните или не помните, была возникновение, формирование религии. Мы с вами как-то этот вопрос затрагивали. У нас с вами, конечно, простейшие религиозные верования, если вы вспомните, это то, что регулировало жизнь первобытного сообщества. Те же самые табу, допустим, вспомните. То есть норма, некое правило, которое должен соблюдать член сообщества для того, чтобы выстраивать определенное взаимодействие. Потом эта норма у нас с вами перешла и в пространство нерелигиозное, светское. И у нас с вами сформировалась самая известная на сегодня система нормативная – это этикет. И как раз содержание этикета у нас с вами тоже есть, насколько я помню, даже если касаться не учебников, а в целом просто содержание уроков начального образования, есть очень много тем, связанных как раз с этикетом. То есть нормативная составляющая, без которой невозможно взаимодействие, еще раз говорю, уже взрослых членов сообщества, и без которого, конечно же, невозможно вхождение нового члена общества в это взаимодействие. И поэтому, конечно же, мы с вами норму этикета учим и детей. Вторая составляющая – знак, знаковая система. Опять же, мы не можем с вами обойти это определение культуры, потому что та же, как и норма, знак лежит в основе развития культуры в целом, как таковой, если мы опять же с вами обращаемся к историческим ее истокам. Потому что знак – это то, что принадлежит, кстати, так же, как коммуникация, если мы говорим уже о речи, то, что принадлежит только человеческому сообществу, то, что позволяет ему отделить себя, несмотря на то, что мы с вами, конечно же, оставим еще частью живого мира, но позволяет отделить себя от мира всего остального. То есть, по сути, это то, пока к чему способен, если нам, конечно, исследования ученых не представят новые какие-то интересные данные, к чему способен только человек. Знак – это символическое пространство. То есть, человек у нас с вами способен мыслить и осваивать символически все то, что он создал, все то, что он продолжает создавать, все то, что он осваивает. То есть, это вот то, что как раз то, что у нас с вами позволяет сохраняться опыту различному. И раскодировка, можно такое слово употребить, культурологам, как исследователям этих знаков, этих символов, позволяет также понять взаимодействие людей. Ну, я еще примеры определенные приведу, связанные как раз с конкретными текстами исследователей, культурологов. И тоже посоветую вам почитать эти тексты, что если вдруг заинтересует, что вам было понятно, когда мы говорим про специфику культурологического исследования. И, конечно же, символы и знаки у нас с вами в различных запечатляются в кавычках текстах культуры. Почему в кавычках? Потому что текст здесь понимается тоже широко, не только как непосредственный текст, как рукопись, как книга, но и как любая визуальная, невизуальная информация, которая позволяет символизировать вот то пространство, которое создает и формирует человек. То есть собственную культуру. Поэтому, конечно, культуролога это пространство исследует. Третья составляющая, та, которая у нас с вами, конечно же, безусловно, связана с нормой и со знаком, и без этого никуда, это коммуникация, это речь, потому что в наше с вами взаимодействие строится, безусловно, наверное, это был великий прорыв в истории человечества, когда у нас с вами возникают не только языки, свои языки, но и возникает также письменность, основанная на этих языках. Кстати, письменность это то, что как раз имеет отношение к запечатлению знаков символического пространства. А коммуникация у нас с вами, почему культуролог изучает коммуникацию? Потому что культура это пространство взаимодействия, и коммуникация это неотъемлемая часть этого взаимодействия. Как только мы с вами вступаем в любую коммуникацию, начиная там даже от общения, от диалога двух людей, мы с вами включаем все культурные составляющие, которые под багаж, который у каждого из этих взаимодействующих индивидов есть. Он может быть общий, ну, например, мы с вами представители одной культуры, да, русской, и тогда нам будет в какой-то степени общаться проще, если не включатся другие какие-то барьеры. Барьеры более конкретные, там, скажем, уже не межкультурные, да, а, допустим, те же самые психологические, самые разные же у нас с вами существуют барьеры коммуникации. И коммуникация может быть сложнее даже привести, скажем, не к диалогу, а может быть там конфликтам каким-то, если мы с вами будем принадлежать к различным культурам, тут же, опять же, разные причины этого есть и возникают. И тут вот как раз на это культуролог и обращает внимание, не всегда даже может помочь успешному диалогу знания одного некоего языка. Ну, допустим, как сегодня мы с вами пользуемся одним международным английским языком, потому что за этим языком, за коммуникацией у нас с вами стоят не просто нормы, нормы, да, некие, которые могут быть различные. Я, допустим, как россиянка соблюдаю одни нормы, да, те же самые традиции одни, а, допустим, там, японец или китайец, с которым общаюсь, соблюдают совершенно иными. Но и то, что вкладывается в эту норму и в эту коммуникацию, содержательный аспект, он тоже может быть различным, исходя из этого тоже возникают различные конфликты и барьеры в межкультурной коммуникации. А что это за различные содержания? А это у нас именно вот эта четвёртая составляющая, очень важная. И она присутствует и однозначно, она должна быть во всех предыдущих трёх составляющих. Норма, знак коммуникации. Что есть в культуре? Это ценность. Это ценностная составляющая, коллеги. И если мы с вами вернёмся как раз к определению флиера, то, опять же, здесь он тоже подчёркивает важность значимости этого наука о ценностно-детерминированных основаниях взаимодействия. То есть нормативные, знаковые, коммуникационные составляющие, которые есть во взаимодействии людей, не будут, скажем так, успешно функционировать, если не будет ценностной составляющей. Но это, опять же, у нас с вами часть только человеческого пространства и ценностей. Это создание, конечно, великих мыслителей наших с вами человеческих. И мы с вами говорим о том, что как раз в совокупности этих четырёх компонентов культуролог изучает особенности, специфику взаимодействия в обществе. И берёт ли он, допустим, исторический какой-то этап домушедший, тот же самый древний, например, в Египет, или Месопотамий, или берёт он современное общество, неважно. Культуролог изучает культуру с точки зрения вот этих четырёх составляющих. Норма, знак, коммуникация, ценность. Так как они у нас в поддельности редко когда существуют, в любом, например, тексте, артефакте культуры, мы так или иначе, в принципе, почти все четыре эти ценности всегда с вами, о, прошу прощения, четыре компонента всегда с вами найдём. То, конечно же, культуролог, например, даже если он будет изучать нормы какие-то конкретные, этикетные, я не знаю, там английского, допустим, там, Дэнди, да, начала 19 века, он всё равно будет касаться и символических аспектов, и коммуникационных, и, конечно же, не избежит, потому что ценностные основания лежат в основе изучения культурологам любого явления предмета культуры, и этого аспекта, конечно же, он тоже коснётся. Вот в этом смысле, если мы с вами возвращаемся к школам научным, о которых я говорила ранее, отечественная и зарубежная школа, британская, американская и отечественные культурологи, в чём их отличие, в чём их разница. Ну, прежде чем говорить о разнице, я сначала хотела бы сказать о некоем таком общем компоненте, который на своём таком классическом этапе присутствовал первоначально, сейчас, наверное, об этом сложно говорить, присутствует он или нет, этот общий момент. О чём здесь идёт речь? Вот как раз я говорила о том, что можно привести, например, классический текст, например, культурологический, несмотря что у нас с вами исследовательница, представительница этой работы, не отечественный исследователь. Это действительно классический текст, и несмотря на то, что у нас с вами она считается антропологом, тут без вопросов, действительно антропологом, культурным. Все эти составляющие исследования культуры, о которых говорит Флиер, есть в этой книге, есть в этом тексте. Это американский известный антрополог. Кстати, по-моему, я уже ее упоминала и советовала вам ее текст прочитать. Но если вдруг кто-то подзабыл или первый раз слышит, еще раз проговорю. Сама по себе просто книга интересная, ничего заумного там нет. Рут Бенедикт, Хоризонтема и меч. И если помните, я говорила, что этой исследовательнице дали задания, вообще изначально не связанные с как таковыми исследованиями культурными. Причина сама была военная. Это у нас с вами были 40-е годы XX века военные, когда американцы вели военные действия с японцами. И даже на уровне военных действий американцы заметили, что японцы ведут себя совершенно иначе в одних и тех же ситуациях по сравнению с американцами, возникающих на поле боя. Ну, даже если вы вспомните, я думаю, видели классический фильм. Правда, сейчас уже не вспомним, в каком году он снимался. Ну, по меркам десятилетия недавно про Перл Харбор, да, если помните, сами американцы сняли фильм, то даже вот в этом фильме эти моменты тоже можно уже увидеть. Так вот, Рот Бенедикт дали задание конкретное. Исследуйте японцев, а почему они от нас отличаются, а с чем это связано. И более всего меня восхищает в этой исследовательнице то, что военное было время, да, у нее не получилось попасть, собственно, непосредственно в саму Японию. А вообще, если мы говорим о зарубежной традиции исследования культуры, про культурную антропологию, это очень важно для любого антрополога, потому что он изучает представителей любой культуры, непосредственно находясь в их среде. То есть вот, если бы я, скажем, была представителем зарубежной традиции, то и захотела бы, например, изучать те же, например, особенности поведения и жизни тех же, например, итальянцев или бразильцев и так далее, я бы как хороший исследователь должна была поехать к ним и жить с ними, там, два-три месяца, год-полтора. То есть это традиция антропологическая, она сложилась и существует до сих пор. Но у Руд Бенедикта в связи с военным временем не было такой возможности. И что же она сделала? Она взяла за основу, как раз за материал своего исследования, все эти тексты культурные, которые ей были доступны. Она опиралась на общение с теми японцами, которые уехали до войны в Америку, жили там. Потому что, конечно же, вы знаете, что несмотря на то, что человек покидает свою родину, свою страну, попадает в другую культурную среду, он помнит о своих обычаях, он помнит о тех ценностях, к которым были привыкли. И, кстати, как говорят исследователи, те же самые культурологи, на самом деле все эти ценностные основания, в кавычках нити, которые его привязывают к некой общности, они даже сильнее проявляются, когда он находится в чужом пространстве, чем когда он, допустим, живет в России и тоже осознает себя русским. Ну, наверное, это и логично, потому что одно дело находиться в своем родном пространстве, другое дело, когда ты выезжаешь за пределы своего родного пространства и попадаешь в чужое. Конечно, ты всегда ярче себя ощущаешь, да, принадлежным к некой национальной или этнической общности и ярче выражаешь все эти нормативные, скажем, да, особенности коммуникационные, которые связаны с принадлежностью к этой общности. И вот, несмотря на такое удаленное, да, скажем так, изучение японцев, какое получил Сурубиндит, ей удалось создать прекраснейшее произведение, которое очень замечательно объяснило не только особенности поведения японцев, ну, как это, например, бы делали психологи, да, не только удалось ей объяснить особенности взаимодействия коммуникации японцев, как, например, это бы сделали социологи с точки зрения как раз взаимодействия культурных сообществ, но ей удалось объяснить, а почему это взаимодействие таково, а почему поведение японцев таково, а не иначе. Понятно, что так как американцы сделали заказ в американские военные, конечно, она это связывала всё с американскими особенностями, с американскими нормами. И почему её ответ на вопрос «почему» как раз лежал в слове «ценность», потому что все эти особенности, которые определяют и коммуникации, и нормативная символическая составляющая, которая лежит, конечно, в основе ценностной природы нашей с вами, как если бы мы с вами принадлежали к какой-то общности культурной, американской, русской и какой-либо другой. Ценностные основания лежат в основе, как сказал Руд Бенедикт, и они, чем более, скажем так, традиционная культура, тем более устойчивы они. И тем больше член этой группы, этого сообщества соблюдают эти ценности и в большей степени их пропагандируют, выражают, передаёт и так далее. И в этом смысле исследование Руд Бенедикт является классическим, несмотря даже на то, что оно наше с вами не российское, а американское, классическим культурологическим исследованием. Но далее, коллеги, это, конечно, было с самыми разными, различными факторами связаны. Вот далее у нас с вами уже появляются, вот если сегодня даже брать современные школы антропологические, конечно же, совсем уже другие методы исследования, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, менее близкие к тем составляющим норма, коммуникации и, самое главное, ценности, которые лежали в основе классических зарубежных исследований, исследований антропологических. Так вот, это как раз нас возвращает к тому, в чём же заключается особенность отечественной научной школы. Так как у нас с вами культурология, как отечественная научная школа, выросла и базировалась на достижениях, наверное, как любая наша другая, большинство гуманитарных наук, на достижениях отечественной философии. А мы с вами знаем, что классическая философия отечественная – это, конечно же, обращенность к такому главному понятию, вот опять же, к этому с вами обращаемся, как ценность. Она может связываться с религией, она может связываться с красотой. Ну, даже если мы с вами вспомним знаменитые как раз философские достижения Серебряного века, если помните знаменитую Сололёвскую концепцию, то есть всё это, несмотря на то, что… Вот интересный такой парадокс, но у нас российская культура вообще, область парадоксов, да? Несмотря на парадокс, что культурология зародилась у нас в недрах советских гуманитарных наук. Это 70-е, 80-е годы. Акцент как раз шёл именно на ценностную составляющую, кстати, не только на уровне высшего образования, но и следований самих, но и на уровне, как ни странно, общего образования. Ведь у нас с вами знаменитый предмет, про который мы сейчас как-то забываем, и забываем не только потому, что сами этого хотим, но и потому, что это связано с новыми стандартами, с новыми документами. Мировая художественная культура у нас практически параллельно возникает в это же время. Хотя официально культурология именно как наука и как предмет, который имеет отношение к высшему стиму образования в 90-е годы, мы с вами, да, утверждаются, пустулируются. Но исследования, собственно, культурологические, если их как раз именно культурологическими назвать, начались намного раньше. Ну, в принципе, как-то в хорошей научной среде всегда и бывают. Так вот, та особенность, которая, на мой взгляд, как раз отличает культурологию нашу с вами отечественную от культурной антропологии зарубежной, это акцент на ценностную составляющую. Её некое, ну, в хорошем смысле гиперболизирование, увеличение. И если, опять же, мы говорим о наследии русской классической философии, то если, например, зарубежные, современные, да, уже берём антропологи, да, они изучают всю специфику, все особенности там различных культурных связей, и у них есть очень непривычные темы, ну, с нашей точки зрения, там, взаимодействие как раз культурного или нормативного. Ну, вот пример даже приведу, например, скажем, современные британские исследователи, допустим, занимаются вопросами о том, как влияет футбол на культурную коммуникацию и даже на культурные нормы сегодня. Но вот отечественному культурологу бы это не пришло, пока это не приходит в голову. Футбол, при чём здесь футбол, почему футбол? То есть они берут всё, скажем так, да, в поле своего зрения, и даже сегодня есть очень интересные современные исследования зарубежные, которые пытаются, ну, это, кстати, хорошо, гуманитарное связать с естественно-научным, да, и вот в таком междисциплинарном поле вывести некий гуманитарный, сделать некий гуманитарный вывод. То вот наши исследователи, они в этом смысле близки не столько, в отличие от зарубежных, то есть зарубежные исследователи больше обращают внимание на социальную составляющую. А вот нас с вами, я ещё раз говорю, это наследие нашей с вами русской философии, не только классической, нас с вами интересуют даже как культурологов отечественных вопросы, ну, если уж так говорить глобально, бытия. Что есть человек, зачем он в этом мире, для чего он существует, но в данном случае рассматривается это не в философском контексте, да, а именно в культурологическом. Вот эта особенность, своеобразие, отличие как раз отечественной культурологической школы, опять же, на мой взгляд, вы можете встретить различные точки зрения. И как раз те споры, которые идут между отечественными культурологами, присоединяться к нам сегодня, к зарубежным исследователям и нет, они в том числе строятся как раз и вот на этом главном конфликте. Что, а не потеряем ли мы вот то ядро ценностное, да, которое изначально составило культурологию как науку и позволило иначе подходить к вопросам изучения культуры и культурного взаимодействия, изучения культурных норм, изучения культурной коммуникации, потому что, и это еще один момент, о котором нужно упомянуть, ценностное основание у нас, конечно же, это тоже есть в русско-классической философии, мы связываем, как исследователи, с основаниями нравственными и духовными. Тогда как у зарубежных исследователей, у них в этом смысле подход нейтральный. То есть мы, как исследователи, продолжаем до сих пор оценивать отечественные исследователи, все то, что мы видим, изучаем в мире культуры. А зарубежные у нас сами ученые, они в несколько другом аспекте действуют, действуют в несколько ином, и вот как раз в этом особенность нашей как раз отечественной культурологии. Но даже если мы с вами будем говорить не об особенностях, а как раз из составляющих, все четыре составляющие культуры, о которых я вам сказала, норма, знак коммуникации, ценность, это неважно, зарубежный это подход или отечественный, если мы с вами берем классические произведения, труды, это все то, что составляет особенность культурологического исследования, восприятия того взаимодействия, которое он исследует, когда мы с вами говорим о социальной коммуникации и о жизнедеятельности человеческого сообщества. Если мы с вами попытаемся это связать, ну вот как Астана Викторовна мне предложила здесь обратить внимание на стандарты, коллеги, зная, что стандарты дополняются, меняются, здесь я выдержки привела из стандарта 2009 года, не стала брать дополнения и изменения. ФГО с начального общего образования и ФГО с основного среднего образования с предметом как раз основы духовно-нравственной культуры народов России, как он как раз в стандарте и звучит. Ну, прежде чем говорить о связи как раз вот этой культурологической, даже с тем же самым стандартом, на который мы должны опираться, как представители существующей в определенной системе нормативной, да, вот опять же нормы профессиональные. Позвольте прокомментировать, собственно, содержание, некое такое, может быть, даже связанное частично с конструктивной критикой. Ну, наверное, ни один текст, ни один документ никогда не может быть совершенным. Вот те моменты, на которые все-таки стоило обратить внимание, даже с точки зрения формального, когда мы составляли этот документ, ну, вот коллеги почему-то наши не смогли или не захотели обращать на это внимание, а потом мы уже с вами перейдем к культурологической составляющей, с точки зрения как раз формальной, да, если вот я бы, как учитель, пыталась, опираясь на стандарт, те же самые результаты обучения, уже продумывать в своей практике. Ну, первая ошибка, которая встречается в ФГО с начального образования, формулировки, да, если мы говорим об основах духовно-нравственной культуры на дух России и о результатах обучения по этому направлению, и так же, как и в ФГО с основного образования, это то, что здесь не разводится у нас с вами результаты обучения, относящиеся к ученику и то, что связано с тем, что дает педагог. Потому что, например, освоение, да, скажем, формирование первоначальных навыков, первоначальных представлений, да, всё правильно, это результат, относящийся вроде бы, да, так мы со стороны смотрим, вроде бы к ученику. Но освоение, формирование – это процесс, это то, что у нас с вами делает учитель. То есть тогда формировки должны были быть другие, да, то есть уже результат. То есть если освоение, значит наличие, там, допустим, первичных представлений о том-то, о том-то, да, но это, с точки зрения даже представлений, там, и даже первичных, более-менее сформировано правильно, и на этом может опираться учитель, когда он захочет, допустим, увидеть некие результаты, да, своего труда в своих учениках. А есть такие составляющие, здесь как раз я оставила, как видите, не все позиции я здесь вывела, и стандарты, которые вызывают большие вопросы. И, я думаю, уже очень долгое время, хотя, я думаю, учителя, как самые замечательные наши с вами специалисты, уже научились обходить эти подводные камни, да, в стандартах, в общем-то, чем занимаются все педагоги. Ну, первый момент – некорректные, не всегда корректные формировки, даже с точки зрения результатов обучения, готовность к нравственному, самосовершенствованному духовному развлечию. Вот даже если мы с вами говорим, что сегодня все обучение проверяется, да, существуют там тесты, диагностика, методика, как эту готовность проверить, да, это начальное, мы с вами, кстати, об этой проблеме уже говорили, это начальное общее образование. Дети, семьи, восьми, девяти – это что за готовность к нравственному самосовершенствованию, когда это формируется всю жизнь. То есть вот как учитель, да, из этой ситуации должен уходить, если вот такая у нас с вами некорректная формировка есть, как он, допустим, те же самые свои программы должен разрабатывать. А здесь вот как раз, ну, наверное, это происходит на всей системе образования, и в нашей тоже высшей, высшего образования эти моменты тоже есть. Здесь как раз вот, если мы связываем нашу с вами тему сегодня с учебниками, вот, чтобы скорректировать вот эти, да, все ошибки, некие такие недочеты, спорные моменты, которые есть в стандартах, для этого как раз нужны хорошие учебники, хорошие учебно-методические комплексы, и здесь, конечно, очень важна роль самого учителя, который этот материал разрабатывает и представляет. Знакомство, да, в принципе, знакомство с основными нормами светской лидерной морали, тут всё понятно, и понимание их значения для выстраивания, правда, это не смущает, для выстраивания конструктивных отношений. То есть возникает вопрос, что понимать под конструктивными, что под деструктивными отношениями, да. То есть, опять же, такой термин, который учитель должен сам для себя прояснять и выяснять. Почему это сложно? Потому что слово конструктивное отношение дальше идёт в семье и в обществе. Ну, если в обществе как-то всё-таки мы с вами ещё можем выявить некие конструктивные формы неизменные, то вот с семьёй современной, у нас с вами сколько уже была серия вебинаров и лекция была, вот с семьёй сложнее, да, потому что сегодня семья сама, как часть социума, да, как общественная составляющая переживает кризис. Что тогда здесь понимать под конструктивностью? Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. Да, согласно, понимание вполне здесь может представляться как результат, только здесь возникает вопрос и сложность для учителя, на каком уровне это понимание должно существовать, потому что это фагост начального общего образования. И как, опять же, этот уровень понимания измерить. То есть чисто формально, да, потому что по-другому нельзя, или всё-таки в этом случае у нас с вами те же, допустим, создатели тех же учебников предлагают какие-то интересные моменты, аспекты. И вот меня здесь ещё смущает то, что здесь присутствует параллельно два слова вера и религия, потому что понимание значения веры – это одно, а понимание значения религии – другое. И если мы с вами здесь говорим о культралогическом подходе, то здесь, наверное, логичнее всё-таки оставить понимание значения религии в жизни человека, потому что вера – это то, что относится к личности, то, что составляет её стержень, и то, что глубоко индивидуально. И не всегда, коллеги, это можно затронуть без, ну, скажем так, некоего конфликта или без того, чтобы не возникли какие-то спорные вопросы, а в значении религии как таковой, безусловно, и той, которая была давно, да, 300-200-500 лет назад, и которая сегодня существует – это вполне можно. Ещё один интересный момент, достаточно такой спорный, что ждут, да, фуговоз начального общего образования по результатам обучения этого направления – становление внутренней установки личности поступать согласно, там, своей совести, да. Согласно, хорошее слово «становление», потому что ничего другого невозможно сделать на уровне начального образования. Но вот воспитание нравственности, основанное на свободе совести и вероисповедания, и духовных традициях народов России, конечно, сформулировано некорректно. Нравственность, слово «воспитание» и «нравственность» не совсем сочетаются друг с другом, нравственность воспитать невозможно. Первоначальные уровни какие-то, аспекты, да, нравственного поведения можно сформировать. Воспитание, если в нём заложены некие нравственные основы, может повлиять, как пример, да, послужить для ребёнка. На свободе совести и вероисповедания, в принципе, да. Хотя, опять же, вот словосочетание свободы совести тяжело содержать, опять же, для начального общего образования. Как ребёнку, да, восьми лет объяснить свободу совести, как он должен это понимать. Опять же, перед учителем возникает содержательно сложный вопрос. И здесь, я считаю, не совсем-то логично, основанный на духовных традициях народов России. Почему здесь некий такой конфликтный момент с точки зрения сочетания всех этих слов? Потому что, коллеги, когда мы с вами говорим о нравственности, личности, она у нас с вами базируется на общечеловеческих ценностях и базируется, раз уж мы с вами говорим о традициях, конечно, в традициях тоже есть определённый нравственной опыт, базируется на нравственном опыте конкретной культурной общности. Конкретной. Ну, это логично. Мы с вами не можем быть одновременно воспринять нравственные идеалы, это кутрированно говорю, русские, американские, японские, итальянские, английские и так далее. Мы всё равно с вами, да, если это традиция, определённое поле традиционное, так или иначе соотносим свои ценности, идеалы, установки с конкретной культурной общностью. Поэтому здесь, вот опять же, не совсем корректно на духовных традициях народов России. То есть здесь нужно было делать тогда, получается, оговорку. Получается так, что мы с вами, как учителя, должны все традиции духовные собрать все вместе и вот так учеников воспитывать. Конечно, это же не получится, потому что каждый этнос в рамках культурного пространства России имеет свои нравственные традиции, свои устои. Конечно, мы с вами можем найти точки соприкосновения, если говорим об общечеловеческих ценностях. Но вспоминая тот же самый Руд Бенедикт, всё равно эти ценности будут различными и по-разному себя будут вести представители той или иной, скажем, этнической сообщности. Ну, а сознание ценностей человеческой жизни, в принципе, вполне может быть учителем дано на этом этапе, даже на начальном общем образовании. Почему я оставила эти все моменты? Потому что мне далее их ещё хотелось сравнить с теми моментами, которые дальше у нас идут в ФГО с основного общего образования. Вот парадокс такой, да, что в смысле различных составляющих компонентов, которые относятся к предмету основы духовно-нравственной культуры России, содержательная наполненность ФГО с начального образования больше, чем основного, как будто получается школьникам, которые старше, уже можно меньше знать, понимать, чувствовать и так далее. Ну, опять же, если мы смотрим на логику, просто сравниваем логику. Так вот, что, скажем, осталось общее, что ушло вообще, что изменилось? Вот то же самое осознание ценности человеческой жизни в ФГО, все это уже требования нет в пункте 11.4 основы духовно-нравственной культуры народов России. Восемь лет понял ценность человеческой жизни, дальше тебе это не надо, и так все понятно, да? Дальше уже все это на всю жизнь. Воспитание способности, вот смотрите, да, сами формулировку. В первом случае готовность в ФГО с начального образования к нравственному самосовершенствованию, мы сами же сказали, что это некорректно сформулировано. Во втором случае воспитание способности. Тут, видимо, уже поняли, наверное, свою ошибку, да, что в начальном стандарте начального образования не совсем корректно сформулировали, попытались исправить. Воспитание способности. Но мы с вами сказали уже, что опять же некорректно. Способность можно формировать. Воспитывать способности не получится. И вот если было бы формирование способности, ну, прекрасно. Это, я думаю, было бы и вполне бы соответствовало. Дальше, если мы с вами говорим о различиях, вот если в начальном, в ФГО с начального образования было знакомство, да, с нормами связи, с религиозной морали, понимание их значения, прекрасно, в жизни человека, общества, то здесь что требуется, да, уже от человечка, ну, более старшего по возрасту. Не просто тоже знание основных норм морали и идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. Ну, допустим, да, это можно, хотя здесь бы я тоже включила момент сомнения. Почему? Потому что, коллеги, опять же, нравственные идеалы, хранимые в культурных традициях народов России. Они разные. Учители на что нужно обратить внимание? Или, может быть, тогда в учебниках, да, там, скажем, будут некие составляющие, которые скажут, так, вот вы обращаете внимание на духовные идеалы калмыков, а вот на духовные идеалы, допустим, чирилутов не обращаете внимания. То есть, опять же, да, учитель что должен выбирать в этом случае? Но дальше самое интересное то, что, оказывается, у нас ученик в рамках фигуоснаучного образования должен уже быть готов на основе этих знаний, я, только знания. Хотя знания, помните, когда мы с вами разбирали составляющие того, как формируется ценностное, прошу прощения, не ценностное, как формируется у нас с вами моральная составляющая, да, нравственная составляющая, помните, мы с вами на слайде у меня как раз был такой момент, что есть сознание, есть поведение, если мы говорим про мораль, про нравственность, и одно с другим очень тесно связано. И когда говорим мы про возраст, то первичный уровень эмоций, поведения. Так вот здесь тогда в таком случае не просто знание, а, наверное, нужно было ещё упомянуть и про поведение. Ну ладно, хорошо, на основе только знания ученик в рамках фигуоснового образования должен быть готов к сознательному самоограничению в поступках, в поведении. И самое главное, а тут прямо возникает у меня иногда вопрос, кто же рецендирует наши стандарты, расточительном поведении, в ограничении расточительного потребительства. Ну вот на самом деле, конечно, с точки зрения даже современного культурного пространства у нас с вами не будет к этому готов ребёнок. Почему? Потому что современное общество у нас с вами основано на потребительстве. Мы с вами, вот примите это не как отрицание, опять же к вопросу об оценке, да, видите, даже в фигуос есть оценка. Расточительное потребительство. Это данность. Мы с вами живём в этом пространстве. У нас с вами сегодня, ну всё-таки мы с вами, наверное, относимся уже не к уровню развивающейся страны, хотя Европа постоянно нас относит к странам третьего мира, да, то есть мы с вами все сегодня потребители. Экономика у нас с вами основана на потребительстве. Почему же, по голосу, включили такой интересный момент, да, что учителя почему-то должны на основе знаний основных норм морали, значит, воспитывать, формировать, да, ученике готовность ограничивать своё расточительное потребительство. Опять же вопрос, что понимать под расточительным потребительством? Потому что расточительное потребительство, я не знаю, там, в школе средней это одно, в лице и гимназии это другое, потому что другой уровень жизни, другие родители, другие привычки, в том числе экономические. Ну вот такая интересная фраза у нас с вами существует. И если мы говорим, опять же, о некорректности, то, конечно, готовность к сознательному самоограничению, к поступку поведения, ну, опять же, это уровень достаточно высокой сформированности именно нравственного сознания, самое главное, самосознание. И это, опять же, не делается в том возрастном диапазоне, который вот предполагается по отношению к ученику в рамках ФГО с основным общим образованием. Ну и понимание значения нравственности, веры и религии остаётся без изменений у нас с вами, как и в ФГО сеначального общего образования. Вот с точки зрения такой несогласованности, да, очень интересный, очень своеобразный, что мы здесь с вами видим в этих стандартах, если мы говорим о культурологическом подходе. Вот есть ли хотя бы, ну, если даже убрать неправильные, какие-то некорректные формулировки, есть ли действительно культурологическая составляющая в те же самые ФГО? Сейчас про учебники не говорю. Культура – знак, символ, ценность, коммуникация, норма. Ну, мы с вами увидели, что и в том, и в другом ФГО у нас с вами есть, и авторы обращаются к тому, что ученик должен осваивать, потому что, конечно же, это важно, нормативные составляющие культурного пространства, да, это мы с вами видели, нормативные составляющие. Мы с вами увидели, что, безусловно, здесь есть акцент и на коммуникативные составляющие, если мы говорим о формировании культурного пространства, пусть они здесь, может быть, неявно выражены, но понимание, допустим, значения религии в жизни человека, семьи, общества или нравственности – это то, что связано с взаимодействием, да, это то, что связано с коммуникацией или, скажем, знанием культурных традиций народов России. Это то, что, опять же, связано у нас с вами именно с нормами и с коммуникацией. Может быть, здесь меньше будет в содержании того, что связано с пониманием культуры в знаковом символическом пространстве, но это не случайно, наверное, потому что всё-таки знаковое символическое пространство, оно связано с некими другими всё-таки областями, это, скажем, та же самая известная область искусства, и здесь есть свои предметы, да, которые позволяют ученикам, осваивать вот это символическое пространство культуры, и дополнительные там, скажем, предметы, связанные с музыкальными школами и художественными и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это вполне возможно. Норма и коммуникация – это вот те составляющие, которые, как я уже сказала, да, позволяют ребёнку входить в культурное пространство, осваивать его, в котором он живёт. И эти составляющие есть в ИГОС. А вот ценность, ценностная составляющая, да, которая цементирует все остальные три компонента, если она здесь – есть. Ну вот, даже на примере тех как раз комментариев, которые вы услышали, не всегда корректно это сформулировано, и учителю, опираясь даже на текст, который есть в стандартах, достаточно сложно для себя формулировать, что же он в плане как раз нравственной составляющей культуры должен ученику давать, и как это диагностировать, как это проверять, если мы говорим о результатах, да, то есть здесь же как раз результаты, изложенные того, что должен в итоге показать ученик. И вот поэтому, наверное, опять же, не случайно, что в рамках Крип-Кро у нас с вами существует столько семинаров, и тема эта постоянная, она не ослабевает, постоянно вопросы возникают у учителей, потому что, конечно же, даже в рамках исследовательских площадок, которые есть теперь уже не только в школах и детских садах, учителя с этим сталкиваются, и, конечно же, вопросы возникают. И вот здесь, опять же, возвращаясь к вопросу об учебниках, очень важно, чтобы, если есть какие-то вопросы, моменты, спорные аспекты, недосчеты, которые не раскрывают ФГОС, чтобы это раскрывали учебно-методические материалы. И вот, кстати, вы, как специалисты, с этой точки зрения можете их и оценивать, и проверять, безусловно, да? То есть вот четыре компонента понимания, исследования культуры, культурологический подход, ценность, знак, коммуникация, норма. Как эти компоненты и насколько содержательно, глубоко, насколько понятно для вас, как для учителей, чтобы можно это было переложить уже в практику, учебную, в методику, они для вас понятны в этих учебниках. Насколько они изложены таким образом, чтобы вы могли это представить вашим ученикам, да? Чтобы проверить, можно было эти результаты. Вот эта качественность как раз вот может быть даже оценена с точки зрения именно содержательной составляющей коллеги. Понятно, что если мы с вами говорим об учебниках, это уже другая тема, можно было вот то, о чем я говорила, связать с непосредственно содержанием уже самих различных учебно-методических материалов, но у нас с вами времени сегодня не так много. Может быть, если у вас появится такое желание, чтобы теорию, ту, которую я сегодня озвучила, я связала уже содержательно не только с ФГО, но и с теми учебными материалами, и как-то их прокомментировала, да, которые вы используете. Опять же, даже в рамках того же стандарта, вот тот список, да, который у вас есть, которым вы пользуетесь, это нужно делать такую отдельную у нас с вами лекцию. А на сегодня, коллеги, позвольте завершить мой материал. Я думаю, что хоть немного, но все-таки вы поняли, что же такое культурологический подход и что у нас с вами, на что культуролог обращает внимание, как исследователь, в этом случае на что должен обращать и педагог-учитель, да, который использует как раз культурологический подход, давая определенный материал ученикам в рамках предметов основы религиозной культуры и соцкредитики и основы духовно-нравственной культуры народов России. Но, насколько я вижу, коллеги, вопросов нет. Осмысливаете материал. Спасибо большое. До встречи в следующих. Уважаемые коллеги, благодарим Анастасию Николаевну, как всегда, погрузила нас. Анастасия Николаевна, в ту культурологическую стихию. И это очень хорошо, потому что начало года учебного всегда стоит вот с такого погружения и начинать. Большое спасибо. Мы не прощаемся с этим лектором, надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество. И, конечно, все ваши пожелания, уважаемые коллеги, вот то, что сейчас Анастасия Николаевна озвучила. Мы можем продолжить разговор о тех аспектах, которые сегодня были затронуты в лекции Анастасии Сергеевны, но уже более детально и конкретно. Конечно, рассматривать учебники, содержание учебников. Мы видели их более 20. Просто физически не представляется возможным вот с такой позиции. Но в дальнейшем, конечно, к этому вопросу мы будем возвращаться. И очень, кстати, был вот тот анализ, на мой взгляд, анализ именно федерального стандарта с позиции культуролога, тех аспектов, которые изначально Анастасия Николаевна обозначила. Теперь-то мы уже можем и любой учебник посмотреть с этой позиции, и содержание этого учебника посмотреть с этой позиции. А то, что касается реализации содержания предметных областей основы религиозных культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России в соответствии с требованиями тех самых стандартов, о которых мы говорили чуть раньше, Анастасия Сергеевна говорила, мы понимаем, что заявленные результаты, они, когда мы их переносим уже на конкретную практику, на нашу конкретную школьную действительность, на нашу школьную классную работу, мы понимаем, что мы это все должны несколько скорректировать. И в той данности, что представлено в федеральном стандарте, конечно, ну это та предельная заоблачная, тот идеал, к которому нужно стремиться. Но всегда корректировки вносятся, и когда я смотрю рабочие программы, я эти корректировки вижу конкретного учителя, преломляя под свою непосредственную школьную действительность, а реализация содержания, я бы хотела сейчас на один момент обратить внимание, вот то, что касается ОРКС и ОДНРК, в соответствии с требованиями федерального стандарта важно отметить, что все-таки преемственность, она наблюдается и она есть. Вот это очень важно. И даже на уровне тех же самых результатов, которые Анастасия Николаевна озвучила, эта преемственность также есть. Вот это важно. Пусть, да, есть какие-то там неточности, недочеты с культурологической точки зрения, возможно, переформулировки, перепразивки, ну да, идеальных документов, потому что они все людьми составляются, наверное, и не существует, и можно... Пределов совершенствования у нас тоже нет, но тем не менее, вот эта преемственность, она есть. Если мы говорим о комплексном учебном курсе «Основы религиозной культуры и светской этики», то мы говорим о знакомстве с религиозными культурами, с этическими, нормами, нормами морали, то в пятом классе, в основной школе, в рамках предмета «Основы духовно-нравственной культуры народных России» эти аспекты мы вновь поднимаем, но только несколько другое преломление даем им. Здесь уже мы рассматриваем все это с региональной позиции. И весь этот материал, все эти примеры, которые мы даем ученику, они все регионального. Региональная направленность, региональный... Мне, конечно, учителям могу сказать, учителям ОРКС сразу, что, в принципе, любую тему мы рассматриваем и в четвертом классе, в рамках уроков ОРКС, также всегда стараемся примеры регионально вставляющие дать. Но вот разработчики стандарта, те, кто предлагали введение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», видят вот именно в ОДНРК, в основной школе, это как ключевой момент. И там можно, конечно, обратить внимание на содержание, а то, как мы рассматриваем от общего, идем к частному конкретным аспектам, вот это как особенность, а также именно предмета ОДНРК в основной школе, в отличие от ОРКС, начальной школы, где мы в большей степени найдем от частного к общему, как последовательности здесь будет рассматриваться с таких позиций. Ну а мы, уважаемые коллеги, после такого экскурса в культурологию, в содержании федерального стандарта, связанного с нашими конкретными предметами «Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», конечно, логично перейдем к издательствам, работы с издательствами, работы с ООНК, которые предлагают разные издательства. Ну, конечно, в рамках нашей встречи не представляется возможным рассмотреть все учебные комплексы, я уже говорил о том, что их больше 20, и хотелось бы, но мы остановимся на тех двух, которые являлись приоритетными по той причине, что они на момент введения курса РКС были только и все, больше не было. Мы говорим об ООНК издательства «Драфы» и ООНК издательства «Просвещение». Сейчас мы знаем, что у нас учителя работают и по издательству ООНК издательства «Русское слово», и по «Вентаниграф», и у нас еще предстоит разговор об этих комплексах. Но вот сегодня «Драфа» и «Просвещение». И как раз педагоги и практики представят свой опыт работы, и такие темы, которые они будут освещать, они будут освещать через призму как раз реализации различных средств ООНК издательств «Просвещение» и «Драфы». И первый докладчик, он уже готов. Я вижу Ольгу Николаевну. Приветствую вас, Ольга Николаевна. И, собственно, предлагаю учителю средней учеберизовательной школы номер 6 города Юрги, нашему опытному учителю-тьютеру и члену регионального методического объединения основных духовно-нравственной культуры народов России, представить опыт формирования метапредметных универсальных учебных действий на уроках ОРКС Средствами ООНК издательства «Просвещение». Пожалуйста, Ольга Николаевна, вам слово. Ну что ж, коллеги, давайте поговорим на тему выступления. Попробуем обсудить ее, потому что тема на самом деле достаточно интересная. И, я думаю, сложно. Ну и в начале выступления я хотела бы, конечно, выразить благодарность Анастасии Терпеевне за начать доклад. Мы, люди-носители, преподаватели нашего предмета-носителя культуры, должны не только ценности культуры воспринимать, но и понимать, о чем мы говорим, что преподаем нашим ребятам. Мы непосредственно ближе к тему моего доклада «Формирование метапредметных универсальных действий на уроках ОРКС Средствами ООНК издательства «Просвещение». Ну, напомню, чтобы немножко освежить память, чтобы мы с вами... Так, камень-ключ, единственное, что может быть... Камень-ключ, но я... Извините. Так, не совсем понимаю, но идет репрезентация. Может, в том числе, какой-то... Переключайте презентацию. Так. Презентация стрелки. Слышно и видно. Да, вас слышно и видно. Стрелочки под презентацией. Вы вот так перевистываете. Хорошо, хорошо. Ну что ж, я вижу в памяти некоторые понятия, чтобы мы с вами хорошо понимали друг друга. Мы прекрасно понимаем, что универсальные действия в понимании «Формирование метапредметр» является важной задачей современной системы образования. Они обеспечивают школьникам возможность и способность к саморазвитию и женщинству. Метапредметные действия носят надпредметный характер. По сути, это способность, с чего себе самостоятельно решать любую учебную задачу, ориентируясь на отработанные обобщенные способы действия. Согласно ФГУ, на уроках УРКСЭ учащиеся получают возможность для вас в следующей группе метапредметных учебных действий. Они перед вами на презентации. Это реклитивное универсальное учебное действие. По мнению, самостоятельно организовать учебно-опознавательные деятели, ставить цель, планировать, осуществлять ее, контролировать и оценивать результаты. Это познавательные деятели, социальные учебнения, результативно мыслить и работать с информацией о мире. Ну и, конечно же, активно. Учебные действия. Общаться, взаимодействовать с людьми, строить речевые высказывания, как устные, так и устные. У нас основ религиозных и эстемии большие возможности для формирования метапредметных учебных действий. Глубокие значимые темы, проблемные вопросы позволяют стимулировать мыслительные процессы у школьников, способствуют и собственный, мотивируют поиск дополнительных информаций в работе, обменом линий и дискуссий. Немного провисает у меня при земле, но я думаю, что она вернется. Широкие межпредметные связи с предметами гуманитарной направленности и художественно-этического цикла позволяют переносить усвоенные ранее учениками знания и способы действий на новую предметную область, что способствует их обобщению. Можно сказать, что в рамках курса происходит не столько первичное формирование, а дальнейшее развитие универсальных действий, усвоенных и частично отработанных на других уроках в начале. Я преподаю курс о религиозном культуре эти три года при помощи УМК издательства просвещения и проходит книга для родителей, книга для учителя, сборник рабочих программ, учебники по всем шести модулям, а также методичные электронные приложения рабочей технической тратят каждому. На секундочку я остановлюсь, у меня не перелистывается презентация. Продолжение следует... 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 Вы видите ОМК. Сверху я представила учебник по основам мировых религиозных культур. Рядом рабочий тетрадник, особи и вот это маленькое электроизнение к учебнику. Ну а снизу вы видите названную именную книгу для родителей и сборную рабочих программ. И перейдем непосредственно к рассмотрению, каким образом, при помощи данного ОМК, на уроках мы формируем разними универсальных учебных действий. Регулятивные универсальные учебные действия. На этапе цели и полагания я приняла, что вы узнаете, начинается к делу учебника. Давайте для стандартам у нас к правительству. На экране слайд с официальным сайтом освещения, где можно почитать всех творящих воин, религиозных культур и этики. На этом сайте возможно обратиться к магазину или приобрести учебник, если есть такая необходимость. А также на этом сайте возможно скачать некоторые пособия, входящие в ОМК. Регулятивные универсальные учебные действия. На этапе цели и полагания я применяю рубрику, с которой начинается каждый раздел учебников. Вы видите, это ситуация слева. На этапе мира и их основатели. Из этой рубрики учащиеся получают представление о содержании изучаемой темы и рассматриваемых в обществе. После самостоятельной цели и задач урока школьники имеют возможность сравнить их с положением этой рубрики и при необходимости провести коррекцию и дополнить. В этой рубрике мы начинаемся также на этапе подведения итогов и самоконтроля, когда учащиеся оценивают, достигли ли они цели урока и все ли его элементы усвоили, что немаловажно для формирования гулятивных универсальных универсальных универсий. На этапе постановки учебной задачи применимы также задания, типа, как вы понимаете, слово, которое обозначено в названии темы. Ну вот перед вами таких вот заданий из учебника по основам мировых религиозных культур из разных уроков, разных рубрик. О чем эта тема, как вы ее понимаете, что вы знаете об этом, что означает данное слово. Регулятивные универсальные учебные действия учащиеся отрабатывают при выполнении любого учебного задания, когда задают себе вопрос, а как мне выполнить это задание, что я должен для этого сделать, как я могу выполнить задание наиболее эффективно, что мне может в этом помочь. Такие учебные задания содержатся по ходу текста учебника в конце темы, в рубрике «Вопросы задания», имеются в электронном приложении, учебнику, в том числе в интерактивной форме, в рабочей тетради и методических пособиях. Задания разнообразны по типам. Варианты вы можете видеть перед собой. Это развороты рабочих тетрадей по основам мировых религиозных культур, основам православной культуры. Такие типы, как творческие, тематические, проблемные, исследовательские, проектные, игровые задания. Среди видов работа с терминологией, правописание, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, творческие работы, работа со схемами и таблицами, задания для проверки знаний, задания, организующие проектные деятельности и другие. Такое множество вариантов заданий позволяет выработать алгоритмы решения разнообразных задач, отработать универсальные способы действия, а также способствовать индивидуализации обучения. В конце урока в рубрике «Вопросы заданий» и в рабочей тетради приводятся варианты домашнего задания. Домашнее задание позволяет учащимся продолжить отрабатывать навыки самостоятельной работы и саморегуляции. Ну вот вы видите перед вами примеры таких заданий. Учебник содержит богатый материал для развития навыков проектной исследовательской деятельности, в которой учащийся получает возможность наиболее полно применить регулятивные, познавательные и коммуникативные навыки. Учебники нам предлагают темы для индивидуальных и коллективных проектов. На примере учебника по основам средств кристики вы можете на презентацию посмотреть. Рабочая тетрадь развивает эти темы и дает учащимся рекомендации по выполнению проектов, содержит таблицы для планирования деятельности самоконтрольно, что очень удобно как для ребят, так и для учителя. Перед вами на презентации, как пример, рабочая тетрадь по основам мировых религиозных культур, где ребятам предлагается таблица для выполнения проектов, проекта творческого, подготовить экскурсию. Или рабочая тетрадь по основам православной культуры, светской этики. Вот несколько разворотов, где ребята готовы творческие работы. Им предлагаются варианты к заданию, тоже применяется дифференцированный подход, а также имеется таблица, где дети могут спланировать свою проектную деятельность и вопросы и задания для анализа самоконтроля. Следующая группа метапредметных универсальных учебных действий – это познавательные. Учебники являются, конечно же, основным источником знаний. Работа с текстом учебника – одна из важных форм. Учебник – работа по формированию познавательных универсальных учебных действий. Перед вами иллюстрация, как выглядят обложки учебников ко всем шести модулям модульного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Отдельно хочу отметить, что учебники издательства «Просвещение» включены в федеральную перечень учебников и в содержание согласованы с руководителями и полномоченными лицами соответствующих религиозных организаций. Учебники дают элементарные представления о возникновении истории и особенностях религиозных культур мира, их влиянии на жизнь людей. Разделы учебника содержат учебные тексты, отрывки из художественных произведений, притчи, высказывания известных людей по слову и цифру, поговорки. На их основе учащиеся учатся осваивать познавательные навыки смыслового чтения текста в различных стилях и жанрах, развивают имение и осуществляют информационный поиск для выполнения учебных заданий. Как пример перед вами мы видим, что учебник по мировым религиозным культурам содержит отрывки из священных текстов, притчи, справа представлена притча из Евангелия о блудном священнике, содержит различные схемы, которые тоже учатся интерпретировать, анализировать учащихся, считывать с них информацию. Пример из учебника по основам светской печи, мудрые мысли, высказывания, пословицы, в том числе и задания. Вопросы и задания мы видим в рубрику к уроку пятому. Предлагает учащимся поработать с пословицами отрывки из литературных произведений. На уроке я применяю разные виды смыслового чтения. Прословая мы анализируем заголовки, элементы, структуру текста, иллюстрации, выделенным словам, ознакомительное чтение, читаем слух или про себя, выделяем значимую информацию, комментируем, выполняем задания на понимание материала, изучающее, чтение, выделяем ключевые слова, составляем схемы, план текст, ищем ответы на вопросы, выявляем детали, выписываем понятия. Задания по работе с текстом и обработке информации содержатся в конце темы и в рубрике «Вопросы и задания», а также в рабочей тетради. И примеры перед вами. Они помогают учащимся развивать мыслительные и логические операции, анализы, смитые, засрабления, классификации, строить суждения. Есть задания на отработку навыков рефлексий. Как ты понял данную фразу, согласен ли ты с высказыванием, как ты поступил в данной ситуации? И перед вами примеры. Приходилось ли вам испытывать муки совести, с чем это связано? Назовите поступки, которые вы считаете морально добрыми, часто ли вы сами так поступаете, почему нужно бороться, важно бороться со словом и так далее. Урок помимо основного текста содержит дополнительные тексты под рубриками «Это интересно» и обратите внимание. Это помогает дефицировать обучение. Часто я предлагаю ученикам, которые быстро читают, просмотреть дополнительную информацию и изложить ее классом. Таким образом дети развивают также свои коммуникативные навыки. Учебник содержит отрывки из художественных произведений или отсылки к ним в виде заданий. В виде примера из произведения, назови положительных героев или положительные поступки, сравни и так далее. Имеются задания для работы с географической картой. Покажи на карте, проанализируй, дай ответ на вопрос, сопоставь данную. На иллюстрации приводится произведение искусства, что очень важно дается алгоритм их описания. Предлагаются интересные формы работы, организация выставки, виртуальные экскурсии, даются рекомендации, опорный материал для их выполнения. Таким образом в учебно-методическом комплексе реализуются межпредметные связи с предметной литературной, чтением, окружающим мир, изобразительное искусство. И, наконец, коммуникативные универсальные учебные действия. В рабочей титаде и учебнике, это рубрика «Обсудим вместе», смотрите перед вами внизу на презентацию вариант этой рубрики, есть задания, предполагающие индивидуальные, групповые и коллективные формы работы, которые позволяют отрабатывать коммуникативные навыки. Модуль «Основ мировых религиозных культур» дает мнение о четырех традиционных религиях. Деление учебных текстов на соответствующие разделы позволяет организовать работу в группах, когда каждая группа представляет результат своей поисковой деятельности всему классу. Это развивает у детей умение строить речевые высказывания и слушать собеседника. Проблемные ситуации, которые я предлагаю детям на обсуждение, учат их строить суждения, органитировать свою точку зрения, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого именить свой собственный, комментировать высказывания одноклассников. Домашние задания, предлагаемые в учебнике и рабочие детали, зачастую направлены на обращение к семейному опыту учащегося, что способствует развитию коммуникации со взрослыми членами своей семьи. Варианты перед вами. Сверху презентация. Посоветуйтесь с родителями. Назовите несколько традиций, принятых в вашей семье. Или, поговорим о старшем, это какие-то примеры влияния религией на культуру. Наиболее эффективной формой развития универсальных, коммуникативных универсальных учебных действий, я считаю, брать нау-деятельность. В процессе выполнения совместной деятельности школьники продолжают отрабатывать навыки планирования, распределения ролей, самооценки и оценки деятельности другого человека. На уроках мы выполняем мини-проекты поисково-исследовательского или дворческого характера. В конце изучения курса учащиеся выполняют и защищают индивидуальные и групповые проекты. Для реализации проектов учащиеся активно используют средства ИКТ. На уроках я применяю также элементы театрализации, ролевые игры, способствующие выработке умений решать разнообразные коммуникативные задачи. Материал, тричь, отрывки с художественными произведениями, я беру в том числе изучивника и методических пособий. Ну и хотелось бы рассказать еще о плюсах и минусах учебно-методического комплекса. Учебник по основам средской этики содержит, по-моему, нередко сухие и неинтересные для детей тексты, сложные определения, содержит мало примеров. Перед вами на презентации вы видите отрывок из учебника по основам средской этики, где достаточно значимые понятия для ребенка добро и зло, и сложные понятия объясняются, но не совсем просто. Хотя, если вспомнить определение с культурологии, которое нам предлагали в начале нашего общения, то эти определения кажутся уже достаточно простыми. Учебник по основам мировых религиозных культур перегружен понятиями терминами и нередко текстом в нем поверхностно из-за обилия материала, которые хотят авторы учебника вместить в конкретную тему, в конкретный урок. Иллюстративный материал в учебниках во всех модулях плохого качества, мелок, порой неинтересен и иногда даже вызывает смех у детей. Заданий в учебнике однотипные и их мало. Но при этом, очень важно сказать, что дополнительные базовые конкурса позволяют решить все эти проблемы. В рабочей тетради очень яркие, красочные, содержат богатые иллюстративные ряды, отрывки из художественной литературы, что способствует формированию учебной мотивации учащихся, улучшению качества усвоения учебного материала. Множество вариантов заданий в рабочей тетради помогает решить задачи индивидуализации обучения и отработать универсальные учебные действия. Электронные приложения к учебникам, посмотрите, пожалуйста, на презентацию на сайте просвещения, на официальном сайте издательства обучения можно скачать эти электронные приложения. Когда вы заходите в учебник «Основы религиозной культуры и светской этики» выбираете, вы видите небольшую ссылочку, где можно скачать электронное приложение, но также перегрести на диск. Данное электронное приложение имеет иллюстративный материал, дополнительные задания и тесты, в том числе интерактивные, например, распределить слова на группы, заполнить пропуски, закончить предложение, выбрать ответ и другие. Времени на интерактивные задания на уроке не всегда хватает и чаще всего я использую их элементы при состроплении собственных проверочных заданий. Плохо, что отсылки к данному электронному приложению нет ни в учебнике, ни в рабочей тетради, и учителю приходится самостоятельно решать вопрос о степени и формах использования его на уроках, что бывает иногда довольно трудозаптратно. Методические пособия. Ко всем шести модулям содержат методические разработки и дополнительные материалы. Они также включают рекомендации по выстраиванию межпредметных связей, организации проектной и урочной деятельности, содержатся рекомендации учителю, на чем сделать акцент на уроке, как использовать те или иные рубрики учебника, имеются варианты дополнительных заданий и рекомендации по организации работы групп. Пособие помогает учителю эффективно использовать учебник в образовательном процессе, правильно выстроить урок, достигнут максимальных результатов по формированию универсальных учебников. Есть разворот из методического пособия по основам светской этики. Мы видим здесь разработки различных уроков. например, доброте, сопутствует терпение, уменьшить понятие простить и различные задания. Ну и разворот из методического пособия. Основ мировых религиозных культур мы видим здесь. Глоссарий есть. Также содержит и список рекомендуемой литературы. Глоссарий тоже очень интересен будет учителю, потому что здесь помимо разъяснения понятий, все понятия даются также ударим, что очень важно, потому что все из них мы используем. Речи некоторые для нас являются новыми, например, благовест, очень спорный вопрос благовеста или благовеста, и так далее. Данные методические пособия можно также скачать бесплатно в электронном виде сайте издательства, ну или приобрести в печатном виде. Книга для учителя имеется. Она содержит материалы по истории религии, основным религиозным направлениям, включая классификацию религии. Данное пособие помогает существенно обогатить знания учителя по предмету. Я использую его также для разработки учебных заданий с целью развития познавательных универсальных учебных действий. Пособие содержит глубокие и интересные высказывания, а также некоторые притчи. Можно попросить проанализировать высказывания, согласиться с ними или нет, и привести аргументы, найти ему подтверждение в тексте учебника, соотнести с изучаемой темой. Например, такие высказывания, как мужество, стойкость в исполнении должного или сострадание наполняет нашу жизнь смыслом. На сайте издательства просвещения предлагаются также тематические вебинары, помогающие учителю эффективно использовать учебно-методический контекст для отработки универсальных учебных действий. Участие в вебинарах, могу сказать, бесплатно, выдается также сертификат. И есть возможность просмотреть запись вебинаров, что очень удобно. Рекомендую перед вами на презентации примеры вебинаров, которые уже прошли на данном сайте издательства. Сайт издательства содержит также полуночные разработки по разным темам в разделе учебно-методическая помощь КМК ОООРГСЭ. Их можно просматривать и скачивать тоже бесплатно. Разработки созданы в соответствии с ФГОС и также будут полезным учителем в достижении метапредметных результатов своих учащихся. Ну и, наконец, издательство просвещения имеет группы в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Там размещаются объявления о конкурсах, методические статьи, новости культуры, другая полезная информация, что тоже будет очень полезно и важно учить. В данном случае мы видим объявление. До ноября 2017 года проходит конкурс экологической направленности. Я думаю, в сентябре можно принять данный конкурс в рамках темы «Россия – наша Родина», попробовать поучаствовать в нем, нарисовать иллюстрации. В нем и детям будет это интересно. Ну и в качестве вывода своего доклада хочу сказать, что несмотря на некоторые недостатки, КМК издательства просвещения способствует эффективному формированию метапредметов универсальных учебных действий, учащихся на уроках ВКСЭ. Это происходит за счет использования содержательных учебных текстов и дополнительных материалов, разнообразных учебных заданий с элементами современных образовательных технологий, методик и серьезного методического сопровождения комплекса. Рекомендую использовать комплекс на уроках ОРКСЭ. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Большое спасибо, Ольга Николаевна. Несмотря на технические моменты, тем не менее, мы заслушали ваше выступление. Достаточно такой экскурс погружения теперь у нас получилось в учебники. В учебник конкретно издательства просвещения. В то, какой учебно-методический комплекс предлагает нам издательство просвещения. И некоторые моменты, так как тема, напомню, была Ольгой Николаевной заявлена о формировании метапредметов универсальных учебных действий, то как раз Ольга Николаевна в своем выступлении остановилась. Она перечислила, звала эти метапредметные результаты. И, собственно, представила тот багаж, те материалы, которыми можно воспользоваться в рамках, в контексте данного учебника и учебно-методического комплекса даже. Потому что, как мы выяснили из выступления Ольги Николаевны, можно понять, что одного учебника недостаточно. Что нужен весь комплекс материалов, которые предлагают издательство, для того, чтобы урок получился интересным, насыщенным и как раз играл на формировании метапредметных универсальных учебных действий. Ну а мы продолжаем наш разговор об учебниках. И далее мы обратимся к учебникам издательства ДРАФЫ. И теперь уже мы говорим об... Так как все-таки мы практику рассматриваем, говорим о практике работы, то будет представлена тема ИКТ, компетенции в преподавании модуля «Основы православной культуры» как раз средствами ОМК издательства ДРАФЫ. И учебник именно этот будет презентован, представлен. Валентина Алексеевна Куклиной, учителя мировой художественной культуры средней общеприсовательной школы 45, города Кемера. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В настоящее время в российской системе образования проходят реформы. Основная задача модернизации образования – значительное обновление его содержания, главным условием которого стало введение государственного стандарта общего образования, направленного на создание единого образовательного пространства. Модернизация системы образования России, принятие новых стандартов образования вызваны происходящими глобальными изменениями в мире, в социальном-мировом сообществе, которые обусловлены непосредственно развитием информационных процессов. В текстах ФГО с всех уровней общего образования написано, что любая педагогическая деятельность в образовательном учреждении может проводиться как в очной форме, так и с использованием дистанционных образовательных технологий. Статья 16 закона об образовании в Российской Федерации гласит, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Требования современного общества к системе образования привели к созданию документа об информационно-коммуникационной компетентности. С 2011 года структура ИКТ-компетентности учителей рекомендаций ЮНЕСКО является основным документом, формирующим требования на мировом уровне к профессиональным способностям педагогических работников. Документ дает определение понятию ИКТ-компетентность, содержит структуру ИКТ-компетентности и необходимые уровни ИКТ-компетенции. ИКТ-компетентность учителя – состоявшееся личностное качество, характеристика, отражающая реально достигнутый уровень подготовки в области использования средств ИКТ в профессиональной деятельности. Разработанная ЮНЕСКО структура ИКТ-компетентности содержит шесть направлений профессиональной деятельности учителя. Понимание роли ИКТ в образовании, умение внедрить ИКТ в учебную программу и в процесс оценивания, умение организовать педагогические практики, знание и использование технических и программных средств ИКТ, использование ИКТ для организации и управления образовательным процессом, использование ИКТ для профессионального развития. Каждый из шести аспектов профессиональной деятельности содержит три уровня ИКТ-компетенции – применение ИКТ, освоение знаний и производство знаний. На уроках «Основы православной культуры» я использую электронный учебник, учебные и художественные фильмы по темам уроков. Конечно, электронного варианта учебника не существует, пока я использую вот такой учебник, вот такую рабочую тетрадь. Я сканирую параграф учебника, перевожу эту картинку в GPG и как фотографию вставляю в презентацию. Вот таким образом. По темам, соответственно. Это скан рабочей тетради. Здесь очень интересные задания по типу кроссвордов, а также творческие работы. И фильмы. Показы и обсуждения фильмов по темам уроков. «Рождение Иисуса Христа», «Рождение Иоанна Крестителя», «Пересветы о Слябе». Это к уроку о преподобном Сергии Радонежском. А также я использую интеллектуальные карты bubble.as и speederschreiber.net. В этом учебном году я на базе института повышения квалификации прошла курсы дистанционные. И так как я работаю в начальной школе, в том числе преподаю курс путешествия по стране этики и основу православной культуры, мне это очень помогло в работе. То есть я могу полностью всю тему изложить вот таким образом и использовать ее. Интерактивные презентации обладают системой навигации и подходят для работы с любой интерактивной доской. В презентацию можно добавить гиперссылку, которая осуществляет связь одного слайда с другим в одной и той же презентации или со слайдом в другой презентации адресом электронной почты, веб-страницей или файлом. И на примере темы, как христианство пришло на Русь, православие. Я использую гиперссылку. То есть в данном случае эта гиперссылка — это звук. Я включаю, и звучат колокола. Я думала, у нас здесь не будет, да? Я использую иллюстрации известных картин, известных художников. Мы выполняем задание. После того, как я ребятам расскажу тему урока, мы выполняем упражнение. Пронумерую события в нужном порядке. Ребята выполняют какое-то время это задание, а затем мы начинаем проверять. И, соответственно, используем интернет-ресурсы и электронно-образовательные ресурсы. Рассмотрели продукции фрески и картины художника Лебедева. Какие события они отражают? Дополни предложение. Ребята думают, размышляют, записывают это в тетрадь, и потом мы проверяем. Выполняем тестовые задания. Укажите дату крещения князя Владимира. Допустим, ребенок нажимает на... Ну, этого, конечно, не происходит, потому что они это сразу же усваивают, что это 988 год. Ну, к примеру, как использовать... Как повысить интерес учащихся к тестовым заданиям. Например, мы выбираем букву А, и выйдет вот такая надпись «неверно», и будет звучать, например, дробь барабана. Если выбираем букву В, тоже неверно, и звучит дробь барабана. Выбираем букву В, и это аплодисменты. И вот слово «верно». В качестве домашнего задания «Разгадай кроссфорд». Тема «Святой апостол Андрей Первозванный». Вот точно так же я сканирую учебник, перевожу это все как фотографию в презентацию. Мы с ребятами читаем дополнительный материал, и потом на основе этого материала я тоже провожу тесты «Символы православной культуры». Но точно так же читаем всю информацию, касающуюся Андреевского креста, и выбираем. И процесс оценивания происходит точно так же, как в предыдущем случае, о котором я только что говорила. Также можно использовать интерактивные листы для самостоятельной работы. Но если это в том случае, что у всех ребят есть ноутбуки дома, есть возможность подключиться к интернету, через свой блог можно отправить вот такое задание «Соединили линиями части пословицы». Ребята выполняют это, и я проверяю, в качестве презента они нажимают вот на это слово почеркнутое, и им приходит вот такой, например, такая оценка «Здорово!» потому что мы в рамках этого курса оценки не выставляем четверки, четверки. Так, далее. В основах православной культуры особое внимание уделено истории принятия христианства на Руси рассказам об особо значимых для русского православия исторических лицах князь Владимир, Кирилл и Мефодий, Сергий Радонежский, Серафим Саровский и другие тем ценностям, которые составляют суть православия, любви, прощению, милосердию, учению о душе, поднятию священного и святого в христианстве, «С введением образов подростка Вани и старца-монаха затрагивается близкая многим школьникам тема одиночества и возможности ее решения. Диалоги между взрослым и ребенком построены таким образом, что они включают в свой разговор учащихся, заставляют их задумываться и размышлять над многими жизненно важными для них вопросами». Вот существует такой урок, как не совсем обычный урок. Здесь есть диалоги, о которых я только что говорила. Ребята с удовольствием читают эти диалоги. Потом мы выполняем задания, которые идут вот здесь внизу. Попробую доказать. Здесь мне, кстати, не очень хорошо видно. Но задания очень интересные, и ребята активно участвуют в выполнении этих заданий. Именно православию принадлежит культурообразующая роль в нашей стране. Поэтому в тематике многих уроков делается акцент на связи православной культуры со светской жизнью и народными обычаями, в которых нашли отражение традиции православной культуры. В рамках изучения модуля «Основы православной культуры» предполагается выполнение мини-проектов и итоговых проектов. Учащиеся четвертых классов подготовили литературно-музыкальную композицию Сергий Радонежский «Игумен земли русской». Это было зачетное мероприятие. Они с удовольствием принимали в этом участие, пели песни и в качестве оценки получили вот такие медали. За трудолюбие, за творческие успехи. Кстати, они ведут тетради. Не у всех, конечно, получается очень аккуратно, но многие стараются и в качестве оценки я вот такие наклеечки приклеиваю. Они очень радуют. Уровень применения ИКТ требует от учителя умения помогать обучающимся использовать ИКТ для повышения эффективности учебной работы, для социального развития и экономического роста своей страны. Уровень освоения знаний предполагает помощь учащимся в глубоком освоении содержания учебных предметов и применении полученных знаний для решения комплексных задач, которые встречаются в реальном мире. Компетенции учителя, преподающего основы православной культуры учащимся четвертых классов, связанные с данным подходом к уровню освоения знаний, включают в себя умение обращаться с информацией, структурировать проблемы и ставить задачи, объединять применение инструментальных программных средств с методами личностно ориентированной учебной работы, формировать у учащихся способности применять полученные в школе знания для решения высокоприоритетных проблем повседневной жизни, отбирать и разрабатывать и проводить учебные мероприятия, которые отвечают целям образовательной политики и социальным приоритетам с выполнением школьниками совместных учебных проектов. Уровень производства знаний требует от учителя способности помогать учащимся производить новые знания. Задача, решаемая в рамках подхода производства знаний, воспитание школьников, которые способны производить новые, практически нужные знания, участвовать в инновационном процессе и учиться на протяжении всей жизни, что очень важно для любого человека. Таким образом, умение внедрить ИКТ в учебный процесс позволяет педагогу организовать педагогические практики по модулю «Основы православной культуры» доступно и интересно. ИКТ-компетентность необходима в преподавании данного курса. Спасибо за внимание и доброжелательное отношение. Уважаемые коллеги, поблагодарим поступающего. Произведен экскурс в еще одно учебно-методическое пособие, даже комплекс, потому что там были несколько рассмотренных вариантов. Как раз Валентина Алексеевна говорила об учебнике издательства «Дрофы». Далее я предлагаю попробуем, потому что у нас были некоторые технические вопросы. Надежда Викторовна Веревкина, если вы нас слышите, давайте попробуем подключить камеру, подключить микрофон. Если у нас это получится, то мы будем готовы вас выслушать. Ну что, ну да, можно будет тогда... Слышим, микрофон включен, звука нет. Да, но, к сожалению, мы вас не слышим, Надежда Викторовна, поэтому нам нужно будет потом либо записать ваше выступление, то есть можно каким-то образом, но это может быть даже и к лучшему, потому что время нашей встречи уже истекает, в принципе. Я думаю, что все участники нашей встречи подустали, информации получено достаточно большое количество, только чего стоит выступление Анастасии Сергеевны, поэтому я предлагаю... Включите мою тогда презентацию, пожалуйста. Предлагаю к выступлениям обратиться коллег чуть позже, может быть, в записи можно будет увидеть, если у вас будет интерес, коллеги. Я напоминаю, что все присутствующие на вебинаре должны были представиться. То есть ваши фамилии, имя, отчество, образовательная организация и территория. Кто этого не сделал, просьба в чате ваши данные зафиксировать. А я напомню, что мы говорили о реализации содержания предметных областей основы духовно-нравственной культуры народов России и основы религиозной культуры, светской этики. В этом контексте нами были поставлены и, собственно, реализованы две задачи. Первая задача — это рассмотреть данное содержание основы духовно-нравственной культуры народов России предметной области и предметной области основы религиозной культуры, светской этики именно с культурологической точки зрения. И данную позицию представила Анастасия Сергеевна Дворичинская, определив несколько позиций, по которым можно рассматривать любое другое содержание, в частности, именно с культурологической позиции. Были детально рассмотрены результаты, предлагаемые федеральным стандартам. Это первый аспект, первая задача. Вторая задача, которую мы ставили перед собой, это задача, связанная с, собственно, практикой работы по конкретным пособиям. И были представлены два издательства, издательство «Драфлен» и «Просвещение». Ну, рассмотреть более детально другие издательства, конечно, мы не могли, хотя можно было бы обратиться к учебнику издательства «Вентана Граф», более подробно ориентированных на пятый класс. Поэтому, уважаемые коллеги, этот разговор у нас впереди, или мы можем обратиться сейчас к вашим вопросам. То есть, если по итогам нашей встречи у вас остались вопросы, вы их можете задать в чате. Если вопросов у нас не появилось, тогда, уважаемые коллеги, я благодарю вас за работу, за активность, за то, что вы были с нами. Я не прощаюсь с вами. У нас впереди еще в 2017-2018 году запланированы и вебинары, и проблемно ориентированные семинары, постоянно действующий семинар, как раз ориентированные на данную тематику. Поэтому ракурс задан, направление мы задаем данным мероприятиям, а перспектива, ну вот она теперь нам ясна, мы будем говорить о двух предметных областях и о тех средствах, которые предлагаются для реализации данных предметных областей. Итак, уважаемые коллеги, если вопросов не появилось, я вижу, что в чате таковых нет. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, до свидания.